Микс Ньюс Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Абонент доступен». В студии работает Анна Смирнова. Здравствуйте. Меня зовут Вадим Родионов, звукорежиссер Родион Золотарев. И сегодня с нами на прямой связи по скайпу российский и австралийский боксер, заслуженный мастер спорта СССР и абсолютный чемпион мира среди профессионалов и любителей. 282 боя, из них 12 поражений. Костя Дзю сегодня у нас в эфире. Константин, здравствуйте. Мы вас не слышим почему-то, Константин, но мы вас видим, но не слышим. Какие-то... Возможно, надо нажать, чтобы появился звук. Не слышим почему-то. Да, мы пока напомним телефоны прямого эфира 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Телефоны прямого эфира в нашей студии. Звоните нам, также задавайте свои вопросы и пишите в фейсбуке, оставляйте свои комментарии. Мы также будем их засчитывать и задавать нашему гостю сегодня. Да, Константин. Да, мы вас слышим теперь. Да, связь налажена. Константин, ну вот бой Макгрегора и Нурмагомедова пройдет в Лас-Вегасе в начале октября. Событие довольно обсуждаемое, много прогнозов уже сделано по этому поводу. Как вам кажется, можно ли сейчас делать какие-то прогнозы, чем закончится этот бой и... И как вы вообще к нему относитесь? Да. Как я думаю или как я хочу? Как вы думаете? Да. Давайте с как я хочу. Ну давайте, давайте так. Конечно, за наших. Конечно, за наших, я уверен, уже переходя более ко второму части, я уверен, что мы сможем справиться, как говорят, с ударной техникой Макгрегора. И бой должен завершиться в нашу пользу, причем досрочно. Ну как вы считаете, этот бой, о котором сейчас очень много говорят, он повышает интерес к единоборствам? Вот насколько это важно с точки зрения популяризации этих видов спорта? Ну, было бы здорово, если бы это у нас еще в России это делалось, так же, как делается там. У нас это еще не развито. Не развито продавать бои для телезрителя. Но тем не менее, российские бойцы, они ведь востребованы в мире. То есть и то, что матч будет в Лас-Вегасе, тем не менее, весь мир увидит. И вообще, как вы оцениваете именно маркетинговую составляющую российских бойцов? Благодаря тому, что они очень хорошие бойцы, они входят уже в топ лучших боксеров, поэтому их показывают. Но я смотрю, другой аспект этого, этой медали, это финансовую составляющую, все. То, что ребята наши должны получать, они не получают. То есть они недооценены еще все-таки? В России? Я думаю, что не только они как недооценены, а нет правильной структуры, которая могла бы постоять за них правильно, отстояв их интересы с точки зрения телевизионных прав, причем по всему миру, телевизионных, спонсорских прав, поэтому нет, ну не в курсе просто этого. Ну а вот Хусейн Халиф обратился к Макгрегору, тот же российский боец Халиф, обратился к Макгрегору после его пресс-конференции и посоветовал ему контролировать то, что он говорит, особенно если это касается Чечни и Кавказа. Вот эти вот такие словесные перепалки, разборки словесные вне ринга, они насколько сбивают, отвлекают противников от предстоящего события? Кому-то, кого-то очень сильно могут сбивать с толку, но если ты хорошо настроенный боец, тебя ничего не должно смущать, это часть бизнеса. С моей точки зрения, опять, то, что я всю жизнь сделал, я не пропагандировал это направление, я выходил, делал свою работу, и те, кто меня смотрели, те, кто любили меня, хотя опять с другой точки зрения, с точки зрения продаваемости, может быть, это неправильный шаг, нужно было опять правильно пиар-компания, которая прорабатывает все шаги, правильные шаги с твоей стороны, даже ведя тебя в том формате, кто ты есть. — Ну, в вашей карьере было такое, что какие-то вот словесные разборки, они сбивали вас именно уже непосредственно на ринге, то, что было до ринга? — Меня невозможно было сбить. — То есть у вас контроль над эмоциями, он абсолютный? — Контроль, полный контроль над своими эмоциями, правильно вы сказали. — Но попытки спровоцировать вне ринга, они часто предпринимались в вашем отношении? Вот ваши конкуренты противники? — Конечно. Поэтому с этой точки зрения очень важно иметь правильную команду, которая делает все, чтобы так называемый destruction со стороны, с любой стороны не доходил до тебя. Поэтому определенная изоляция, определенный контроль со стороны мидии. Но я говорю, я умел контролировать самого себя, имел хорошую команду последние годы, и очень сложно мне было сбить с толку. — Но если говорить о чувствах, какое чувство сильнее? Чувство проигрыша или чувство победы? Какое сильнее чувство? В эмоциональном даже плане, пусть да, контроль над эмоциями, но вот уже после ринга? — Я думаю, проигрыш. Проигрыш намного сильнее эмоционально, от него отходишь. У меня не так много их в жизни было, поэтому я их очень хорошо помню. Первый раз в профессионалах проиграл я в 1997 году, я отходил месяца два, полтора, может быть, меньше даже, быстро. Была причина, почему это произошло, нашел их, искоренил и продолжил свою работу. А после последнего боя, несколько месяцев, меня так называемо колбасило. — И как это пережить? — Найти новую причину, зачем ты должен жить. Найти новые цели жизни, которые ты ставишь, так же глобально, как и в момент подготовки к боям. И тогда все становится на круги своя, ты знаешь, куда ты идешь, что делать и как жить. — Вот в одном из интервью вы говорили о том, что начали проигрывать, когда поняли, что не готовы больше умирать на ринге. — Немножко не так перефразирую это высказывание. Я не вышел на последний раунд последнего своего боя, потому что понял, к моему сожалению, между 11 и 12 раундом, буквально в доле секунды, что, к моему сожалению, я больше не готов умирать на ринге. И это приходит, знаешь, с обкончислой, неожиданно в твою голову она влетает, и ты понимаешь, что поменялось отношение к этому виду спорта у тебя. — Ну, в 2005 году это было, да, с Рики Хаттеном, когда вы вышли? — В 2006. — В 2006, да. Вот вы приняли решение после этого завершить свою... — В 2005. — В 2005, в 2005, может быть. — Да, вот приняли решение после этого завершить свою профессиональную карьеру. Многие пишут об этом бою, который был, что он был грязный со стороны Хаттена. Вы как считаете, вообще справедливое было судейство тогда? — Знаете, будет неправильным с моей стороны говорить о превзятом судействе. Это как «после драки кулаками не машут». Есть такая поговорка наша. Существуют причины, но я допустил много ошибок в подготовке. Таких глобальных ошибок. Если поодиночке их говорить, это является определенной отговоркой. Так называемый «excuse». А в совокупности вместе взятые они являлись той причиной, почему я проиграл. — 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Телефоны прямого эфира в нашей студии. Вы тоже можете присоединяться и задавать вопросы нашему сегодняшнему гостю. Константин Дзю у нас сегодня на прямой связи. Звоните, задавайте свои вопросы и пишите в Фейсбуке. Мы тоже будем их зачитывать. Вот Алексей у вас спрашивает, получили мы вопрос по интернету. Бой Кости с Джудой. Был ли нокаут или Заб мог продолжить? Чего не хватило для победы над Хаттеном? Ну, об этом вы уже ответили. И еще ряд вопросов, которые я озвучу позже. Ну вот, про Джуда. — Ну, знаете, я 10 лет спустя встретился с Забом. У нас был очень хороший разговор. И он меня поблагодарил, в общем-то, определенно. Не сказал спасибо за то, что ты меня выиграл, да? А поблагодарил за то, что я преподал ему определенный урок жизни, который в дальнейшем ему помог. Во-первых, умение контролировать свои эмоции. Отвечая на вопрос, я считаю, что судья сделал правильное решение, остановив бой. Потому что в тот момент Заб вообще не понимал, что происходит на ринге. — То есть он поплыл уже, как вот говорят в этот момент? — Ну, если он встал на счете 8 и его еще раз качнуло, то поплыл он или не поплыл? Как вы считаете? Он не выплыл точно. — Но вот говоря о бой с Хаттеном, все-таки не хотелось завершить карьеру победой? Не было такого желания у вас? Или вы приняли это окончательное решение, так уже бесповоротное? — Понимаете, я говорю, я многие вещи не рассказываю, что произошло после боя. Поэтому есть еще много причин, почему я не вышел после, еще раз, еще даже не сделал матч-реванш. Существуют и объективные, и субъективные причины. — Но после этого боя, после этого решения, то есть еще долгий был процесс оснащения, как мы понимаем, у вас, да? И то есть вы анализировали эту ситуацию, рассматривали, вот что вы чувствовали после этой истории? — Ну, прежде всего, огромнейшая опустошенность такая, особенно в начальном моменте. когда у меня не привык проигрывать, в общем-то, по жизни. — Ну, 282 победы, конечно. — Это, в общем-то, серьезный такой челлендж, вызов для самого себя, найти себя по жизни, найти причины. И знаете, самое главное, первая, наверное, первая помощь пришла очень быстро, буквально в день, когда я вернулся в Австралию, потому что я поменял билеты и прилетел, знаете, без сообщения, что я прилетаю, чтобы никто не знал, что я прилетаю. И меня встречало несколько тысяч человек в аэропорту. Вот это так называемая любовь, и даже не называемая настоящая любовь людей, искренняя любовь людей. — Несмотря на поражение, получается. — Слышите меня? — Да, мы вас слышим. — Которые любят тебя, которые поддерживают тебя. Называется «No matter what» — независимо от того, что происходит с тобой. Это имеет громадное значение в карьере любого спортсмена. — Вам приходилось разочаровываться в поклонниках, в зрителях, учитывая, что, ну, как часто говорят, все любят, когда выигрываешь, и мало кто остается, когда проигрываешь. Вот разочарования тоже случались? — Знаете, у меня очень был хороший фэнбэйс, поддержка, очень хорошая группа, которая любые намерения кого-то другого что-то сказать просто глушила их. Меня очень сильно, знаете, расстроило, иногда расстраивает комментарии наших российских болельщиков, ситуации, когда наши ребята, опять же, российские, проигрывают сейчас один из последних боев, например, Саши Поветкина, да, нашего великого боксера и... — Ваш ученик, представьте, да, Александр Поветкин? — Да, Саша, да, Александр Поветкин, да, последний бой с Джошуа. — Сколько грязных комментариев людей, которые... Я их называю диванными экспертами. Поэтому... Не хочу даже просто... Я научился выключать их из своей жизни, просто нажатием маленькой кнопочки. Делит это. Их нету больше в моей жизни. — Ну, вы, так я понимаю, не боитесь забвения, да? То есть многие спортсмены, которые уходят с большого спорта, о них забывают, да, часто? Вы, я так понимаю, у вас нет этого страха, что вас забудут? — Знаете, я... К моему счастью опять... У нас была работа бумерангом. Вот я уже сколько, 12 лет не выступаю, и... находился всю свою карьеру в Австралии. В общем-то, в теории меня в России не должны были сильно знать. Или новое поколение. Ну, те, кто любит бокс, это еще одно дело. Я имею в виду... Просто люди. Но... То, что я сказал, повезло в жизни... Мне сложно выходить. Я не звезда, я имею в виду телеэкрана какого-то. Я не пою, но... Та популярность, которая у меня есть на данную секунду, и не только в России, а во всем мире, делает определенные даже до сих пор проблемы. Я говорю, я отошел от спорта, мне не нужна уже охрана. Но... Я не могу никуда поехать. Вообще никуда. Где бы я не был узнан. Вот еще один вопрос, который Алексей задает. Вы упомянули Поветкина, и он как раз спрашивает, какие шансы у латвийского боксера Бредиса против Лебедева или Поветкина? Вот как вы... Если следите за Бредис. Ну, смотрите, Бредис, он, по-моему, в первом тяжелом. Он как раз в категории Лебедева. Да, вот там находится. А с Поветкина он, по-моему, не собирается. Он, по-моему, в полуфинале, да, проиграл. С Усиком у него был бой. Да, вот он Усику, да, проиграл? Да, Усику проиграл. Хороший боец, очень хороший боец. Понимаете, бокс такая штука, что свет выключается в одну секунду. Очень все зависит от подготовки. Как ты готов к бою, как ты настроен на него. Психологическое состояние, твое физическое состояние. Все эти аспекты нужно учитывать. Может быть, более хороший боксер проиграть, если не подготовился к бою. А насколько дальновидность важна, вот это качество, например, просчитывания ходов наперед? Знаете, я сделаю небольшую себе рекламу. Я сейчас как раз готовлю проект, называемый «Шахматы бокса». И он заключается как раз на том, что вы мне сейчас задали вопрос. Дальновидность. Я понимаю, бокс это как шахматы. И все практические ходы можно просчитать. Поэтому быть хорошим не шахматистом, хорошим боксером это просчитывать ходы на 2-3 вперед. А в чем причина отсутствия недальновидности у людей? Вот, например, у нас Анатолий Вассерман был недавно в эфире, он говорит, что в эгоизме причина. Потому что люди эгоисты, они не могут… Явный эгоизм мешает вот этой дальновидности. Как вам кажется? Что является причиной отсутствия этой дальновидности у людей? Ну, прежде всего… Нет, ну, прежде всего это, я думаю, обучение. Этому нужно учиться. Этому можно научиться. И я как раз еще одну рекламу для самого себя. Я готовлю сейчас новый проект. Будет он или будет, не знаю. Это в зависимости от того, как сильно я захочу его дальше вести. Это как раз обучение тренерского состава. Вот именно тому направлению, что я понимаю шахматы бокса. Как раз обучить их думать по-своему. Потому что шахматисты все играют по-своему. Но сама теория подготовки как раз у меня есть в голове. Сейчас мы сделаем небольшой перерыв. Прервемся буквально на несколько минут. Потом вернемся и продолжим наш разговор с Костей Дзион. С нами на прямой связи сегодня. Небольшая пауза, потом продолжаем. Оставайтесь с нами. Микс Ньюс. Мы продолжаем. Это программа «Абонент доступен». В студии работает Анна Смирнова. Добрый день. Меня зовут Вадим Родионов. Звукорежиссер Родион Золотарев. И с нами сегодня на прямой связи Константин Дзю. Здравствуйте еще раз. Я напомню, телефон на прямого эфира. 672-12-93-9. И 672-13-93-9. Звоните и задавайте вопросы нашему гостю. Вот, Константин, вы однажды сказали, что одно из самых мудрых ваших решений было решение уехать в Австралию из СССР. Больше 20 лет вы прожили в Австралии. Почему вернулись в Россию? Банально. Любовь. То есть любовь не имеет границ? Совершенно. Я провел всю карьеру там, выступал. Я уехал в 92-м году. В начале, после чемпионата мира, который был в Австралии. То предложение, которое получил, у меня просто другого варианта не было, я почувствовал, что я начинаю... Мне стал неинтересен любительский бокс. Я дошел до точки, до верхушки такой, и выше уже... Ну, я не видел. И из-за того, что союз распался, или распадался, то предложение, которое получил, было самым правильным решением для меня. Начать свою карьеру. И то предложение, которое получил в Австралию, было самым лучшим. Ну вот вы сейчас сказали о любви. Ну, вы опять же не раз говорили, что нужен контроль за эмоциями во всем. А решение, которое вы приняли, уезжая из Австралии в Россию, было эмоциональным скорее, да? Или так нельзя его назвать? Вначале, конечно, эмоционально. Но я прагматик определенный. Вначале эмоции, а потом дальше пошли чувства. Они... Когда сильные чувства, то нужно жить... Нужно жить каждый день. Поэтому я говорю, я сделал правильное решение в своей жизни, не считаю. И получаю от этого удовольствия сейчас. То есть на ринге без эмоций, а в реальной жизни уже эмоции, конечно, присутствуют и даже преобладают в какой-то степени или же нет? Не, ну как? На ринге тоже с эмоциями, но контролируемый. Я называл это control aggression, контролируемая агрессия. А в жизни я, в общем-то, очень спокойный человек. Ну вот вопрос от Дмитрия, который поступил. Константин, по возвращению из Австралии, был ли момент, когда думали, ну нет, все-таки в России нормально жить невозможно, надо уезжать? Если были такие мысли, то в какой момент? Спасибо. Вот вопрос зачитал. Понимаете, так называемую всю осознанную жизнь я провел в Австралии. Мне было 22 года, когда я прилетел в Австралию, и мое формирование как мужчины, как личности, оно проходило там, и многие вещи, которые я понял там, они были далеки от российской действительности. Я имею в виду, ну я очень дисциплинированный человек по многим вопросам, и по отношению многих вопросов, начиная с правильности, меня называют правильным во всем. Я до сих пор очень-очень-очень редко нарушаю правила даже дорожного движения. Хотя у меня, в общем-то, есть определенные привилегии, но я стараюсь им не пользоваться. Поэтому надо было обучаться заново любой системе, банковской системе, которая еще не до конца развита, налоговой системе, которую я не до конца не могу понять. Многим вещам мне все заново пришлось учиться, потому что здесь все немножко по-другому. Ну вот Константин Копцев, главный тренер сборной и объединенной команды по боксу, ваш отъезд в Австралию в 92-м назвал предательством. Вы не чувствовали, что предаете команду или, может быть, страну уезжая? Вот какие у вас были ощущения? Не было вот этого чувства, что вы оставляете? Я вам могу сказать, что с его благословением я уехал туда, поэтому Константин Николаевич немножко лукавит. Ну приходилось сталкиваться с таким пренебрежительным отношением в связи с отъездом со стороны коллег, друзей, знакомых, вообще вот когда вы уезжали. Знаете, я такую вещь знаю, что в жизни я никому ничего не должен. То, что я делаю сейчас, многие благотворительные вещи, это мое личное желание. Поэтому кто-то мне говорит, ты должен был. Я никому не должен был, ничего. Я сделал и отработал все уже много раз. — Еще один вопрос от Алексея из интернета. Вот он задает вопрос. Самый большой личный гонорар? Если, конечно, готовы об этом сказать. — Конечно, нет. — 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Телефоны прямого эфира в нашей студии. Звоните, задавайте вопросы. Костя Дзен сегодня с нами на прямой связи по скайпу, так что присоединяйтесь к нашему разговору еще и по телефону, а также пишите свои вопросы. В Фейсбуке мы тоже их озвучиваем. — Константин, а что сильнее, как вам кажется, моральная боль или физическая? — Моральная. — Почему? — Она намного дольше. Физическая боль можно… Вы понимаете, я к физической боли очень сильно привык. Делал определенные издевательства над самим собой. Проверяя возможность человеческого организма. А моральная боль, знаете, я не научился до сих пор иногда воспринимать ее правильно. — Ну вот, да, хотелось задать довольно, может быть, провокационный вопрос, но можете на него не отвечать. В СМИ писали о том, что вот ваши дети от первого брака, их трое, они тяжело переживали разрыв родителей. Вы не боялись делать им больно морально? У нас очень хорошие отношения со всеми, с моими детками. Они как остались, как были, так и остались моими очень близкими, с которыми я поддерживаю связь за счет скайпа, за счет личного общения, поддержки практически каждый день. — Да, но когда принимали это решение об отъезде, у вас не было ощущения, что вы можете делать им больно? — Это не предательство было. Я думаю, что в тот момент, когда они были маленькие, очень сложно было что-то объяснять. У нас же в начале был момент такой, что мы собрались вместе поехать, но первая супруга не захотела ехать сюда. И так называемое, все стало на свое положение, на свое место. Поэтому, нет, я не чувствую себя никак по отношению к своим детям. Я еще раз повторю, что я до сих пор с ними общаюсь со всеми каждый день. — Ну, в одном из интервью вы сказали о том, что, я цитирую по памяти, если неправильно поправьте меня, что перестали доверять людям после того, как ушли из большого спорта. Что вот этот мир, который открылся, он, в общем-то, показал и не самые хорошие стороны людей, с которыми вы общались. Люди часто делают вам больно? Вот именно в моральном смысле. — Бывает. Но я научился абстрагироваться, уходить. Чему я научился здесь? Я научился не доверять и не верить людям. Как бы это ни противно звучало для меня, но, к сожалению, я стал видеть людей с другой стороны. — Здесь это в России вы имеете в виду? — Мудрость определенная, взрослая, которая приходит только с годами. Я научился, сталкиваясь с предательством, просто вычеркивать людей из своей жизни, не мстить со всеми. — Вы сказали, здесь, это в России вы имеете в виду, или просто после ухода из Большого спорта? — Везде. Везде это относится к везде. Но остались люди, которым я до сих пор доверяю. У меня есть друзья, с которыми мы уже дружим более 30 лет. С некоторыми, которыми дружим уже почти 40 лет. И у нас остались те же отношения. Те, кто знает меня, кто-то с того момента, кем я стал. И все те регалии, вся та известность, те деньги, которые взорвало, меня совсем не поменяли. Но я стал жестче. — Какие-то табу теперь присутствуют в вашей жизни? Не доверять людям. Вы говорили, что одно из табу — это выйти на ринг сейчас. Еще какие-то табу в вашей жизни присутствуют? — Ну вот, определенные, да, существуют. Но это, я не могу сказать, что это слишком большие какие-то табу. Это по отношению... Я говорю, я перестал верить с первого на слово людям. То, что опять мне благодаря Австралии. Австралия научила меня делать сделки на бумаге, а не на словах. — Но у вас в Австралии ведь была история с вашим промоутером, история непростая, и для вас тоже, потому что вы с ним расходились, а потом, незадолго до его смерти, вы ему позвонили и извинились за свое поведение. Вот... — Я извинился, знаете, каким образом? Я сказал, что я извиняюсь не то, что я сделал, а как я это сделал, а это имеет огромная разница. — Вот вы как-то сказали в одном из интервью, что верите в судьбу. А может ли человек своими поступками как-то изменить исход судьбы ему, который предначертан, как вам кажется? — Как раз предначертанность это и есть. Мы только в самом конце туннеля можем узнать, куда нас судьба наша ведет. — Да, но наши поступки, они делают нашу судьбу или же нет? Наши поступки, они делают нашу судьбу, то есть создают судьбу, да, в какой-то степени? — Конечно, конечно. Если бы я не сделал этот шаг, следующий шаг бы никогда в жизни бы не произошел. Но я еще раз говорю, я благодарю свою судьбу за каждый шаг, за каждую сложность, которую он мне давал, потому что он меня делал или мудрее, или сильнее. — Ну вот мы говорили уже в первой части как раз на тему смерти, что вы не боялись умирать на ринге, а вообще вот тема смерти для боксеров, для людей, которые соприкасаются в общем-то с таким жестким видом спорта. Насколько вообще об этом задумываются из спортсменов, и задумывались ли вы на эти философские такие вопросы? — Никогда в жизни не думал, вот до последней секунды последнего боя, а так ты знаешь, куда ты идешь, ты знаешь определенные риски, куда ты идешь. И знаете, пройдя весь этот путь, огромадный путь в спорте в этом году уже исполнилось 40 лет назад, когда я первый раз вошел в спортивный зал, и мой старший сын сейчас выступает, и как родитель, любящий родитель, я бы в жизни не посоветовал своему сыну, которого очень люблю, делать то, что может привести к травмам, это неотъемлемая часть, но это его решение как мужчины, моя задача показать ему все аспекты сложности, любой спорт, любой спорт без травм невозможен. — Сын, который живет в Австралии сейчас, да, он выступает, вы сказали? — Для него важно ваше одобрение, вот, например, чтобы вы сказали, да, молодец. — Я поддержал его, я поддержал его в решении, я поддержал его в том, что он делает, как он делает, я говорю, мы с ним на связи практически каждый день. — Но ваш авторитет не давит, учитывая, что, ну, вот говорят, что как раз детям родителей, которые добились больших успехов, когда они выбирают ту тропинку, по которой шли их отцы или матери, им достаточно сложно именно по причине того, что их всегда сравнивают, это такой бой с целью в какой-то. — Экспертейшн, обязательно. Это сложно, это дополнительная ответственность, но он осознанно, он уже не молодой мальчик, который начал свою карьеру очень рано, он взрослый мужчина, который несет ответственность за свои действия. Моя задача была его направить чуть-чуть, а дальнейшие шаги — это его ответственность жизненная. — Конечно, сложно, очень сложно, но в этом красота определенная, достичь определенного результата. очень сложно будет побить по результату дня, это очень сложно, но нет такого слова «impossible». — Невозможно. — Еще вопрос из интернета от Антона. Не бывало ли ситуации, когда на дороге агрессивные водители выходили поговорить к вам, и если да, какова была их реакция, когда они вас видели? — Вы упомянули правила дорожного движения, кстати, вначале, вот, может быть, как раз. — Ну, был случай очень интересный, моя вина, я сделал ошибку, я подрезал одного человека, он выскочил из машины, на доследующем светофоре выскочил, подбегает ко мне, я открываю дверь, начинаю спокойно по-английски с ним разговаривать, а в шапке, в очках, он меня не узнал в тот момент, но он с матом говорит, он еще и по-русски не говорит, и ушел спокойно. — Знаете, я стараюсь открыть цикл ситуации, хотя были, могли, в другой момент, за парк тоже пытаюсь найти парковку, и впереди меня там один стоит, я пытаюсь его объехать, он выскакивает, подбегает к машине, я открываю дверь, он узнает меня и говорит, — Костя, проезжайте спокойно. — На определенной известности иногда хорошо работает, понимаете, я очень неконфликтный человек, последний раз — К моему огромнейшему сожалению, я ударил человека на улице, это было в далеком девяностом, первом, по-моему, году, ну, просто момент, когда меня уже хотели бить, я так не хотел этого, и мне пришлось ударить. — А за что вас хотели бить? — Ситуация, может быть, я чуть-чуть спровоцировал, я опаздывал на самолет, и мне нужно было срочно уехать, я стоял в такси, другая, и он говорит, я еще минут 10 постою, надо что-то сделать, а мне надо срочно ехать. Другой подъезжает в такси, я к нему подвыхожу, говорю, повезешь, он говорит, нет, не повезу, я говорю, ну, ну ладно, и пошел, и немножко, сгорячая, знаете, сверху по машине так ударил, причем просто ладошкой такой стукнул немножечко, и пошел, он выскакивает, и понимаю, что он идет ко мне с очень добрыми намерениями, хотел ударить меня, я сделал несколько шагов назад, но понимаю, что он сейчас будет бить меня, но я, чтобы это не случилось, я ударил первый, он упал, я понимаю, что он упал, сразу скачал, побежал, по-моему, за маркировкой, я не стал ждать, сел как раз в такси, которое со мной было, и успел уехать. Не знал, с кем связывается водитель такси, просто, наверное. Но против лома нет приема, вот эта фраза, которую часто повторяют, вот. Вот если нет другого лома, да. Как раз, когда за ломом побежал, я понял, что, ну, зачем мне это надо. Ну, а вот говоря о терпении, вы тренерскую карьеру начали еще в Австралии, вернувшись в Россию, тоже тренировали, вам терпения хватает, чтобы тренировать? Я получаю удовольствие от дачи определенных навыков людям. Вы не смотрели случайно мой инстаграм? Я заходил вчера. Да. Вот, в общем-то, готовя вот этот проект, все вот эти шахматы бокса, которые я выкладываю сейчас, фрагменты, я готовил это как бизнес-проектом. Но потом понял, что я его сделал не совсем презентабельным, поэтому просто поделился своими знаниями, с моими сынами, с людьми. И уверен, что у многих людей что-то поменялось в голове как в отношении к спорту, в то, что я выкладываю. Полная шутка. Мы с ней не знакомы, поэтому за меня она точно замуж не соберется. Во-первых, чтобы выйти замуж, нужно получить предложение. Так как я предложение не делал, она не могла бы за меня замуж выйти. А что касается Голливуда, не было желания, амбиции, возможности для того, чтобы сделать там карьеру именно уже как актера или, может быть, как спортсмена именно в этом сегменте? Знаете, я закончил курсы актерского мастерства. Моя жизнь сейчас, на данный момент, состоит из приоритетов. Причем они расставлены так жестко для меня, что у меня нету на этот момент моей жизни времени заниматься ничем практически. У меня двое маленьких деток. И то, что я пропустил в момент того, когда мои детки старшие росли, росли вроде на моих глазах, но я их не видел. Я не помню те аспекты, которые сейчас происходят со мной. Я, прежде всего, сейчас папа. И получаю огромнейшее удовольствие быть ним. Ну, а сейчас пытаетесь как-то компенсировать ваше отсутствие тогда, да, детям, которые в Австралии живут? Ну, я говорю, мы общаемся. Мы общаемся каждый день. У меня вот у дочки 16 лет исполнилось. Мы на связи постоянно. Когда они прилетали в Россию, они были, встречались и с моими, со всеми, все вместе встретились. Было интересно наблюдать и за старшим сыном, и за дочкой, как они брали на руки младших моих своих братьев и сестер и общались. Ну, есть ли что-то, о чем вы жалеете в своей жизни, о каких-то упущенных возможностях? No regret. Все получилось. Ничем. Нет, я еще раз вернусь к тому слову, как destiny, судьба. Она ведет тебя, я считаю, что все шаги, даже иногда, которые ты делаешь неправильно, они для чего-то нужны. И это для чего-то ты можешь узнать только через несколько лет, как минимум. Но каждый сам должен пройти свой путь. Exactly. Все именно так. Ну что ж, на этом мы сегодня завершим наше интервью. Константин Дзю, боксер, чемпион мира, как среди любителей, так и среди профессионалов, был сегодня гостем программы «Абонент доступен». Спасибо вам большое, что нашли время и вышли с нами на прямую связь. Эфир провели Анна Смирнова, Вадим Родионов и звукорежиссер Родион Золотарев. Всего доброго и до свидания.